Российский военный аналитик прокомментировал приостановку России своего участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он назвал это стабилизационной мерой, призванной поддержать стратегический баланс между Россией и НАДО. Это означает, что мы не будем выполнять свои обязательства по этому договору. То есть мы не будем приглашать американцев на пусковые позиции наших ракетных комплексов, что положено было. Не будем им показывать новых ракет. А вот скоро будем ставить на боевое дежурство тяжелую ракету «Сармат» с 15 боеголовками, которые индивидуального наведения, которое летает на 16 тысяч километров с лишним и может через Южный полюс долететь до Америки. Американцы не увидят ее. Так что мы не будем телеметрические данные предоставлять об испытаниях наших ракет. Впоследствии будет только уничтожение всех договоров, по которым хоть оставалось хоть малейшее доверие между нами. А так доверия никакого нет. Мы будем развиваться самостоятельно, пока американцы не поймут, что в не в их интересах оставаться без контроля над нашими стратегическими ракетными комплексами. Американцы пусть сами на себя пеняют, потому что это они занимались разрушением этого договора. Они создали нам невыносимые условия. Мы не можем прилететь в Америку, вести контроль за их позициями ракетных войск, потому что они запретили пролет наших самолетов через Европу и не разрешают им садиться на территории Соединенных Штатов. Или там бомбардировщики выводят из строя, говорят, что они учебные стали. Покажите, что у них там убраны специальные приспособления для пуска ракет. Не, мы вам сказали, вы нам должны верить на слово. Президент приостановил наше участие, сразу же забеспокоились. Тот же Блинкин заговорил, мы готовы вести переговоры. Мы не хотим с вами переговариваться. Вы выполните свои обязательства по этому договору, а потом будем разговаривать. Не хотите выполнять обязательства, мы обойдемся без вас. Так что договор – это двустороннее действие. Он пользу приносит и Соединенным Штатам, и России. Он связан с безопасностью той и другой стороны.